Настал момент, когда можно удалить старую версию глобальной войны, ведь вышла новая версия под названием 0-4, в которой можно видеть новые локации, новые группировки, измененные старые и это подходящее время для начала нового сезона Короля Зоны. Турнирная сетка будет состоять из нескольких раундов. Первый раунд это 1-8, второй 1-4, третий полуфинал и четвертый это финал. Первый раунд пройдет на одной локации под названием Затон, она самая проверенная и самая подходящая. После первого раунда будем решать на каких локациях будут проходить последующие битвы. Это турнир 1-1 и начинаем мы с военизированных группировок. Варяги это относительный новичок в воене группировок, появились они около года назад, когда вышел мод Global War и в последнее обнове появились Перехват. Это военизированная группировка, которая также метко стреляет и поговоривает, что они сильно закалены зоной и выполняют спецоперации на территории ЧЗО. Своего рода военсталы. Что ж товарищи, с началом турнира подпишись на канал и ставь лайк, нажимай на колокол и переходи в телеграм-канал. Чтобы ничего не пропускать, турнир будет выходить по воскресеньям, не пропускай. Приятного просмотра, давайте начнем. Блин, как же приятно то, что не нужно спаунить разную броню и не нужно менять отношение группировок каждый раз. Этот турнир уже не 2 на 2, 1 на 1. Явно попроще организовывать это все. Просто включил дебагмод и погнали. Видно, что карта здесь более светлая стала, нежели в прошлой версии. Привычное местоположение, где мы спауним группировки, это лесничество и лесопилка. Я думаю, что не стоит что-то менять и надо решить просто где варяги будут, а где будет перехват с самого старта. Имеются точки ресурсов, все это ясно. Ресурсы продвигают группировку вперед, повышают их снарягу. И максимальный рубеж ресурсов это 3 штуки. 3 штуки захватил, получил легенд. 1 ресурс опытные ветераны, 2 точки ресурсов захваченные это мастера, 3 точки ресурсов это легенды. Хотя от мастера и к легенде не так уж и далеко, они плюс-минус похожи, но пусть будет так. Раскаты грома сигнализируют о начале битвы, группировки на своих местах. Перехват все-таки будет с лесничества начинать, варяги с лесопилки. Со старта они новички и опытные, это нифига себе ранги, могло быть намного хуже. И перехват, что же такое перехват вообще, что они себе представляют. Тут АК-74 с ПСОшками, ну и что-то похоже на Берилл, что-то другое уже. АК, но другого вида, не видно за текстурой что это. Так, ну они захватили уже первую точку, вход на базу. Еще не знаком с их броней, я записываю до того, как начинаю прохождение в моде. Даже еще не стримил, короче ничего еще не делал, кроме обзора, где и то не получилось поиграть за перехват. Жутко вылетало за них, когда начинал. Агропром не был пофикшен, а сейчас имеется фикс. Можно скачать в дискорде разработчиков. Итак, пока на местах мужики. Пойдем-ка мы к варягам, посмотрим что у них. Сразу можно заметить, что варяги более разумные. Варяги захватили соседнюю базу, в то время как перехват захватили соседнюю территорию. Хотя, рядом была база. Тут уже логика захвата, приоритеты группировок. Это все, скорее всего, рандомная тема. Что оно такое? Это те же бойцы, что были и ранее. Хотя, вот такой костюм, например, я не помню у варяг. Может и был, может и нет. Абакан у него на новичке. Новички и опытные вроде. Также новички и опытные. По большей степени тут абаканы. Пока я ничего другого не видел. Ну и их фирменная броня. Вот это уже знакомо. АК-74 попался. С глушаком. Необычный. Скорость войны стоит высокая, а что-то они медленно спавнятся. А, не, нифига не высокая сбросилась. Не применилось, видать. Но теперь-то точно они будут активнее двигаться. Видим, что вареги намного быстрее спавнятся, так как у них тупо две базы. На опасные холмы пошли одни пацаки, а другие уже захватили смертельный лагерь. Это плюс ветераны получается. Пока что опытные новички, ветерана не вижу. Но дальнейшие челы будут спавниться уже более крутые. Здесь что? Логово захвачено перехватом. Проходит еще какое-то время, захватывается еще пара точек. Вареги захватывают все, что у них поблизости. И вот они уже высылают отряд на вторую точку ресурсов. Это сгоревший хутор. В то время перехват стоит на месте. Отдыхает на западном входе два отряда. Пару складов на лестничестве. И много таких отрядов сидит на главном здании. На логово мутанта кто-то еще двигается. Посмотрим, может быть даже изменена логика направления отрядов. Максимально кучно они пока захватывают все то, что у них недалеко находится от главной базы. Постепенно. То есть нет такого, что они сразу на Скадовск бегут куда-нибудь или на ЦХ подстанции. На ВНЗ Круг пошел отряд. Оно и логично, это ближайшая база. На логово мутантов пошли челы. Это вот здесь, вернее, лестничество. Ну и пока все. К сожалению или к счастью для некоторых, конечно же, перехват пока проигрывает. По ресурсам они уступают на две точки ресурсов. Опытные сейчас у варяг находятся в распоряжении. И что же будет, если они подойдут к ВНЗ? Захватят или забагуются, как ранее было? Давно уже замеченный баг был. С самого старта модификации эта точка не захватывалась. Цель это ВНЗ, но он доходит к вентиляционному комплексу и разворачивается. Идет куда-то и просто умирает в болотах. Да, кажется и в этот раз так же. Но в таком случае придется это сделать все-таки. Немного помочь группировке. Один сквад убрали, один добавили. Все. ВНЗ у варяг. Ну и пока тишина. Правда варяги снова отправляются куда-то. На Шевченко пошел отряд. Второй отряд идет на вход в пещеры. Вот этот вход возле Сгребешева хутера. Речной брод. Это логово захватывается перехватом. Все что в округе, дальше они не идут. На аномалию Соснодуб пошел чел. Ветераны и мастера идут на аномалию Соснодуб. Это третья точка ресурсов. Ничего абсолютно не мешает перехвату. Также захватывайте ресурсы. Вот один ресурс. Вот второй. Третий. Совсем рядом. Четвертый. Пятый. Там вон шестой. Седьмой. Масса ресурсов на локации находится. Да, кстати, на земснаряд они уже доходят. Не заметил этот отряд. Но они уже доходят. Давайте же посмотрим, как выглядят варяги. Ветераны и мастера. Это челы с валами. Броня вроде бы неприметная. Ничего такого особенного. Но они уже идут на Скадовск. На Шевченко один отряд. Два отряда на Шевченко. На редколесье. Масса отрядов варяг. И вот уже Шевченко захвачен. Этот кораблик уже за варягами. Недалеко тут уже находится и база противника. Этот чувак с Абаканом ходит. Также захвачен и лагерь возле Шевченко. И Скадовск сейчас захватят. Блин, ну прискорбно, если честно. Посмотрим, что будет дальше. На аномалии Рубец. Два отряда у перехвата идет. Которая уже захвачена двумя отрядами. Что? Это странно. Ладно. На Шевченко раз. Раз, два. Шевченко еще закрепить. Чтоб железобетонная территория была. Никто не побьет. И все еще не было первой схватки. Пока группировки развиваются. Погода сегодня, конечно, говнецо. А оно и нормально. Это же осень. Первые дни осени. Как раз король зоны. Обновка. Куда-то варяги побежали. Из территории Шевченко. Куда же они направляются? На Малую реку. Заспаунились из Шевченко челы. Прямо такие активненькие центр карты сейчас. Но активность наблюдается только за варягами. Вот они уже дошли. Это те чуваки, которых мы уже обзорили возле сгоревшего хутора. Это ветераны-мастера. Ну и логично уже увидеть кого-то более опытного. Три точки ресурсов есть. Только поглядите, как их много. На брошенную стоянку еще два отряда где-то сбоку. На Изумрудное кто-то идет. На Скадовск подкрепление. На старый лесной лагерь. Вентиляционный комплекс. Это все захвачено. А эти челы сидят, пердят четырьмя отрядами на одной точке ресурсов. Здорово. Здорово. На Скадовск наконец-то идет перехват. Да. А возле Шевченко. А возле Скадовска, кстати, баг. Придется этих челов устранить. Придется этих челов сейчас устранить. И создать новый отряд на Скадовске. Иди сюда. К сожалению, да. Баги не поправлены. Надеюсь, меня за это не убьют. Вареги сейчас охоту еще объявят. Ну, тут все плачевно, если честно. Ой, бля. Да, меня убивают. Меня убивают. На такой случай у меня есть еще одна курточка. Я стал альфовцем. Начинается бой. А это меня еще убивает? Серьезно? Ладно, надо спрятаться и еще раз поменять броню. Теперь я последний день. Все. Перехват уже возле Скадовска. И у них есть уже одна точка ресурсов, кстати. Ничего себе, что это? Это чел с валом и в экзоскелете. Серьезно? Он бросает гранату. Так, кто тут еще есть? Вот рядом еще необычная моделька. У него рюкзак. Рюкзак, скажите, что еще даггер у него в руках? Нет, это вал. Вал с ПС-ушкой. Так, а их вроде трое было. Но вижу я, к сожалению, пока двоих. Возможно, кто-то уже сдох. У них уже ветераны и мастера, кстати. Ну да, они захватили аномалию Рубец. Вот еще зимснаряд. Еще третья точка ресурсов, и они станут легендами. А легенды уже должны быть, по идее, варяги. Так, давайте наблюдать за сражением. Тут два чела в бою. Вроде как они разваливают успешно. Что-то и мне прилетело. Говорит, убил. Дуже приемно, еще вон и спелкуется украинской мовы. Это у нас винторез был у варяга. Варяг-мастер. Твою мать. Варяги очень классно встречают противника. Разваливают экзоскелетчика. Мастер, перехват. Здорово. Оружие я не подбираю. Это может поднять какой-нибудь НПС, что увеличит его силу. Например, у него, может, Абакан был, а он поднимет. Вау. Но он его не поднимет, если я его подниму. Логично. Логично. Что-то тут развален чел очень быстро. Ну, и меня продолжает валить. Слушай. Зря я, конечно, тот отряд замаслил. Но это баг игры. Сорян, пришлось. Краны захватываются перехватом. Что-то очень поздно они это делают. Ну и, кстати, территория лагеря на обочине. Тоже захвачен перехватом. Тут чел в броне тяжелый сидит. Скатя. Блин, здорово. Челы сидят, балдеют. Пока их братьев валят немного ниже. Ну, как братьев. Коллег, скорее всего, они военизированные. Товарищи, наверное, да? Братья это больше относятся к религии. Следующий отряд перехвата приближается к Скадовску. Это ветераны-мастера также. На портовые краны еще один чел идет. И опять на портовые краны отряд. Серьезно они взялись за краны. А че варяги в это время? Не так уже активно они распространяются. Сейчас их задача будет удержать центр карты. Следовательно, собрать силы и отправиться на главную базу противника. Было бы, конечно, в тему. Так, ну, тут у нас тоже неплохо. Валы, грозы, булаты. Блин, вот это, кстати, прикольно. Булат плюс шлем. Заслон. Мне кажется, кто-то сдох. И снова кто-то сдох. Другой звук гранаты слышался только что. И это что у нас за ранг? Мастера по-прежнему. По-моему, звук оружия даже немного поменялся. Может, это другое оружие, которое я мало слышал, конечно. Два чела все еще живы. Один из них бросает гранату. На гранаты, кстати, поменялась цена. Они стали дешевле. Насчет убойности неизвестно, конечно. На портовые краны чел идет. Так, следом. На станцию переработки, наконец-то. Они задвигались. Есть шанс на победу. Отлично справляется боец со своей задачей. Видите, насколько крутые перехватовцы? Ой, ну тут уже я, конечно, перехвалил чела. Он сдох. Сколько мог, столько держался он. Но чтобы захватить целый скадовский, тут надо не один отряд. Даже не два отряда. С одного раза отсылайтесь. А три, четыре. И может, будет шанс. Весь отряд, похоже, рассыпался. Не, я еще вижу одного перехватовца. Двоих. Снова приходит экзоскелетчик. Тут прям полноценный экзоскелет, мне кажется. Надо будет потестить его экзу. Так, ветераны-мастера. Даже интересно, что у них там на легенде. Ага, варяг сдается. Варяг добит. И пора уже входить в скадовск. Пока они не наспавнили еще больше. Надо этим пользоваться. Они задолбали меня маслить уже. Кто-то только что высунулся и сразу же был устранен. Можно сказать точно, что перехват пока очень метко стреляет. Видно, что действительно военизированные они. Один отряд. Так, на помощь еще один. Еще два подходят на помощь. Тут есть большой шанс захвата перехватом скадовска. Кто-то пытается выходить уже из борта. Ах да, вот варяг. Ну, тут АК-74 против вала и экзы. Стремно. Пока живет варяг. Но не думаю, что надолго его хватит. Все, устранен один боец. Пора идти и уничтожить других. Ведь спаун совсем скоро. Вот еще боец снаружи ходит. Выходит еще кто-то. Ну, давай. Мне кажется, тут один экзосхелетчик остался. Посмотрим, насколько его хватит. Сейчас снаружи три бойца варяг. Минус еще один варяг. Кила три он точно уже сделал. И тут уже подмога пришла. Вот, вы только посмотрите, сколько здесь бойцов тут. Вот экзосхелетчик один с грозой пришел. Тут еще экзосхелетчик. Но это другой вид экзосхелета. Неполноценный. Не то, что неполноценный. Я просто другой формат. Вот, зеленая броня какая-то. Блин, прикольно. Рад видеть что-то новое в модификации. Сейчас заспавнится еще один отряд варяг. Варяги в то время отхавали уже большущую территорию. Почти половину локации. Перехват захватил станцию переработки. Западные врата захватятся. Еще подмога на станцию переработки идет. На Скадовске еще направляется сквад перехвата. Позднее зажигание у них, конечно. Так, и чего они станут здесь? Неплохо так раскидывают перехватовцев. Сейчас минус два бойца было. Почти сразу. Моментально умрали их. Ну тут не странно. Легенда варяг с валом вышел. Все последующие отряды варяг скорее всего будут только легенды. Там железный лес захвачен. Это уже четвертая точка ресурсов, кажется. А окружен Скадовск. Но вот в сию минуту пропадают два отряда. Кто-то кинул гранату под борт. Это прям крах. Против варяга сразу несколько перехватовцев. Но нет, он бросает гранату. Он понимает, что делать в этой ситуации. Он одну гранату и убивает двоих. Такая оборона точно способна сберечь эту точку. На склон еще кто-то идет. На Скадовск подкрепление. Но если они будут так давить Скадовск, то рано или поздно что-то добудет. Один Скад на Шевченко идет у перехвата. Только что боец перехвата уничтожил противника. Скорее всего уже легенда. Хотя, кто его знает. У чувака РПК. Очень необычная броня. Научный рюкзак. Да, это перехватовец. Направляется он в сторону Шевченко. Так, у него еще подкрепление есть в виде еще одного экзоскеритчика. Вроде бы как и не экзоскеритчика. Сложно описать эту броню. Да, тут три бойца в отряде. Все-таки все выжили пока. Ага, минус один. Приближается к Шевченко. Так, минус щел на малой реке. Один помер, а другой почему-то стоит рядом. Тут РПК у него. Слушай, а ты кто вообще? Мастер. И у него немало таких снарягий. Любую может использовать. Красава. В то время перехват уже добились своего. Они добились Скадовск. И понемногу долбят стены Шевченко. На аномалию коготь варяги идут. Кстати, уже цеха подстанции захвачены. На цеха подстанции идут перехват. На холодные пещеры перехват идет. Также на Шевченко. На аномалию котел перехват. В общем, становятся силы 50 на 50 где-то. Затормозили жестко варяги. Хотя могли уже идти дальше. Но не получилось, не фартануло. Перехват понемногу жмет варяк. Малая река уже выбита. Недалеко уже и Шевченко. С двух сторон сейчас будет сжать, получается. И с юга, и с севера. И, кстати, да. Уже перехват на цеха пошли. Тут уже устранено два бойца. Остается один полуэкзоскелетчик. И третий тоже убит. С очень удобной позиции расстреляны все три бойца перехвата. Будет тяжко ее захватывать здесь. Это перехват шумит возле Шевченко. У них здесь, кстати, захвачен лагерь на Шевченко. Варяги пытаются отбить малую реку в то время. Темнеет. Уже мало чего становится понятно. Мне кажется, надо немного яркость подправить. Минус чел. И это получается минус территории. Шевченко удерживается варягами дальше. С юга. Снова перехват идет на станцию переработки. На пути аномалия цирк. Кто-то здесь очень любит бросать гранаты. Раз за разом слышатся взрывы. Экзоскелетчики делают свое дело. Видать, здесь только легенды остались. Тут ПКМ у чуваков. Мастера и легенды. Мастера и легенды. И опять. Нет, тут ветераны и мастера. Что ж, отлично. Целых три отряда варяг двигаются на... Скадовск. Смотрим, получится ли отбить у варяг свою базу. С юга на Шевченко. Два отряда со стороны перехвата. Ну, здесь целых четыре склада. Они идут на станцию переработки. Чувак с РПК. Снова РПК. Гроза. К чему же это приведет? У них на пути стоит аномалия цирк. Аномалия, которую контролируют бойцы варяг. Один, который ранен. Он лежит. И тут подходит еще отряд. Это чуваки с валами. Ранен один боец. Уничтожен. И еще один убит. Не так-то просто убить экзоскелетчиков. Согласен. Тут хоть и броня, но... Броня-то неплохая у варяг. Но не знаю даже. Не сравнивал с экзоскелетом. Очевидно, что явно эта броня уступает экзочам. Итак, перехват захватил цирк. Чувак ранен. Его скоро вылечат. Тут NPC-шки умеют лечить друг друга. Два отряда на цирк шло. Серьезно. Два чела аномалию цирк контролят один плато. И всего лишь один на цеха подстанции идет. Ладно. В таком случае даже не хочу смотреть на это избиение. Один отряд тут точно ничего не добьется. Хотя это экзочи. Может произойти какое-то чудо. Одного бойца вижу. Ммм, понятно. Один против троих складов. Тут варяг выходит со своей базы. Двигается на аномалию котел, которая пустая. Никем она не контролируется сейчас. И странно. Оба-на. Минус легенда. Вот так-то. Даже к базе не дошел, чувак. Время зеленые осмеливаются пойти на портовые краны. Не только они обороняются, а и нападают. Целых два отряда туда двигаются. Ничего себе. На сгоревший хутор пошли. Казалось бы воинсталлы, но нет, это перехват. Перехват отбили нападение варяг. Теперь они двигаются на Шевченко повторно. А с южной территории на цеха подстанции вновь направляется перехват. Теперь это немного больше, чем один чел. Посмотрим, чего они достигнут в этот раз на южном направлении. Главное убрать того снайпера и будет немного получше. Экзоскритчики, чуваки с валами. Так, говорит, что свалили кого-то. Да, это все-таки был чел с валом на снайперской позиции. Получается, можно сюда свободно заходить. А если так, то это плюс одна база. Да, никого здесь не видно, из варяг больше. Так, и на то никого, а на Шевченко. А в то время цеха подстанции захвачена, чел его добит. Давайте отправимся на Шевченко. Спокойно стоит перехватовец. А что дальше делать будешь? Там вон еще кто-то сидит. Экзоскритчик. У них засада, что ли? Да, они устраивают засаду, похоже. Тут один-два отряда. Выйдет ли захватить Шевченко? А ну давай, покажи свою мощь. Взрывается где-то граната. Ага, тут один-два отряда, они вместе идут. Да ну, с той стороны еще кто-то есть. Выбивает варяга. Небось, чел, который контролил Шевченко. Да, серьезно. Шевченко выбит. Отдыхает на лагере Шевченко, отдыхает на лагере Шевченко. А кто-то же пойдет на Шевченко, да? Захватите. Таких усилий стоило просто. Варяги с юга нападают на Капачи, блин. Чего? Странные приоритеты у варяг. Оба-на. Перехват пошли на Юпитер. Блин, мне кажется, кто-то забыл арену включить. Да, это косяк. Приношу свои извинения, но это глобально никак не меняет битву. Ничего не поменялось из-за того, что отряд просто пошел не в ту сторону. Мы можем его направить туда, куда надо, допустим, да? А, например, на цехоподстанции. Пусть они туда идут отряды, которые направлялись на Юпитер. Все, больше таких не вижу. Нормас. Варяги с севера проводят нападение на Скадовск. С юга посмотрим, так же на цехоподстанции нападает. Кажется, это ключевые битвы. Выиграет центр карта, и дальше будет уже понятно. Наконец-то выбивает варяга. Втроем стояли и стреляли, и никак не могли попасть. Ну да, отряд уничтожен. И даже на сгоревший хутор опять кто-то пошел. Они туда уже давненько делают вылазки. В принципе, будет не странно, если не захватят сгоревший хутор. Уже не первая попытка. Здесь явно отряды уже ослаблены. Ага, ослаблены, но все-таки способны еще убить легенду с ПКМом. Чел уничтожает противника, захватывает точку ресурсов. Правда, он находится между двух огней. Не уверен, что долго будет контролировать эту точку. Что ж, по-прежнему Шевченко остается пустой. Вареги пытаются нападать на цехоподстанции. Бабах. Минус лицо. Минус все, в принципе. Чел с винторезом стоит. Че-то выглядывает. И чего? О, наконец-то они агрятся. Но тут же их снимают. Может и плохо для варяг, что у них нет экзи? Да по-любому плохо. Это большой минус. То, что нет экзи скретов. Вроде снаряжение неплохое. Но опять же не самое крутое. Вал. На легенде мастери вал можно было лучше. В общем, на карте вырисовывается такая картина. Карта контролится 50 на 50. Бандиты на первом месте, да? Конечно. Сейчас. Это все баги. Перехват на первом месте. Вареги на втором. Членов клана 138 против 103. Захвачен Шевченко, Скадовск. Не, Шевченко еще не взят, конечно, но около того. Тут вареги пытались снова наступать. Тут их пересекает экзи скретчик с ПКМ. Да, это серьезный господан. Это новая группировка. Пошли прям на пролом, что ли? А, это вареги наступают на коготь. Обороняясь, они идут в наступление прям-таки. Глумятся уже над трупами своих противников. Печально, конечно, да? Не должно так быть. Надо уважать своего противника. Ну и плен никто не отменял. Вареги двигаются на цеха подстанции вновь. Следами еще один сквад двигается на цеха. Достаточно таки активно себя ведут группировки на карте. Местами поменялись теперь, чуваки. Бля, ну это было жестко. Так резко вырубило. Чел ничего и не понял. Как я. Откуда прилетело? Кто? Куда? Зачем? Песец просто. Я манал так в войне группировок участвовать. Чел, блин, к успеху шел. Кучка перехвата двигается куда-то в сторону земель противника. Блин, звук такой прикольный. Граната звучит по-новому. Кучка перехвата двигается в сторону ВНЗ. На аномалию коготь варяги. На коготь. На цеха подстанции. И вот здесь на лесопилку кто-то двигает вообще. Наверное, из Шевченко. Блин, здорово. Затон лес. Лес железный или? А просто лес. Это переход к южной части ЧАЭС. Ну вот так вот, да. Все серьезно, господа. Все серьезно. Сверху вниз стреляют перехват. И у них очень четко получается это делать. Да. Стойте, это кто? А это перехватывается, так выглядит. Смотри, визуалы странные какие-то. Ну, неплохо у них тут получается вырубать. Правда, на пути у них масса противников и неприятностей. Ёпта. Перехват двигает по всем фронтам. С юга, правда, сложновато. И вновь варяги нападают на цеха подстанции. За сгоревшим хутором проходят пару отрядов на лесопилку. Лесопилочка. Ну и если закинуть гранату, то даже они способны двумя отрядами вырубить всю базу. Это они проходят возле территории сгоревшего хутора. Жесткие бои происходят немного южнее, возле изумрудного. Бойцы пытаются прорваться в сторону ВНЗ круга, но варяги не дают. Еще бы. Сейчас бы отдавать просто так свои территории. Взрывается граната. Помирает варяг. Тут еще есть кто-то зеленый. Больше нет. Да, тут очевидно, что варяги немного слабее. И это, скорее всего, из-за их снаряжения. Следовательно, если перехваты победят здесь, то я не сильно расстроюсь. Здесь больше заслуживает перехват. В первую очередь считаю, что именно снаряга это ключевая роль, ключевой фактор силы группировки. И топы составлял я именно по этим критериям топы самых сильных группировок. Что в оригинале, что в модах. Бля, добейте этого бедолагу, он плачет уже. Но все же смотрите, что происходит. Варяги сдерживают напругу. На изумрудном они сдерживают перехват. Если вы думаете, что это все, варяги проиграли данную битву, то вы жестко ошибаетесь, господа. Тут огромная толпень варяг собралась штурмовать Скадовск. Видно, что это ветераны-мастера. Это винторезы. И снова винторезы. Блин, а что за броня такая? Тяжелая броня пошагала. Чел в красных очках. Не знаю, как он видит через них, но видать видит. А может его друг ведет. На малой реке челы ничего не подозревают. Варяг подбегает все ближе. Подбегает и минус варяг. Экзоциклички справляются со своей задачей. Пытался накинуться сзади, в спину в пиццу, но не сработало. Блин, как же классно смотрится этот костюм. Блин, минус костюм. Перехват расстреливает варяг сверху. Еще кто-то помер. Да, конечно, не самый лучший обзор при таком освещении. Кое-что видим, кое-что нет. Это, кажется, вся толпа рассыпалась. Следом еще один-два. Два отряда, которые двигают на Скадовск. Сила оффлайна 52. Ветераны-мастера. Блин, а легенды. Хотя, какие легенды уже? Да, ну да. Одна точка ресурсов, две точки ресурсов. Ёпта. Ну, там Махич уже неплохой возле ВНЗшки. И перехват снесли его нафиг уже. ВНЗ больше не база варяг. Че это здесь внизу топчется? Это перехват. Честно говоря, не терпится начать проходить уже мод. Как же классно он смотрится. Вообще, я хотел погонять за темных сталкеров. Сейчас такой смотрю на перехват. Блин, ну все-таки классно смотрится, классно. Завоенизированных я уже сто лет не гонял. Тут уже все. Не без потерь, конечно, но перехват проходится по территории ВНЗ. Еще не берет ее под контроль. Тут вентиляционный комплекс нашпигован врагом. Так, и понемногу уже на лесопилку подходят чуваки. Но варяги с севера все приходят и приходят. В тыл перехвату заходят. Вот сейчас заспавнится чел. Минута до спауна. Все, заспавнился перехватовец. Я думаю, отобьют нападение. Все будет там нормально. Скадовск сдержится. Но было бы, конечно, прикольно. Когда-то был случай, когда, по-моему, фантомы из лесничества сбежали на Шевченко. Или это не фантомы были? Короче, в конце группировка проигрывала, потеряла свою базу. Но потом чел сбежал и захватил другую базу в центре карты. Это было забавно. Блин, ну прям массированная тут атака собралась. Но, кажется, они ВНЗшку так и не смогут захватить. Не стоит забывать про баг. Кто-то на ВНЗшку. Кто-то на вентиляционный комплекс. Забрасывается граната челом из перехвата. Освобождается дорога. Ну как, тут еще смертельный лагерь, конечно. Который не даст просто так пройти. Осада Скадовска продолжается. Возле Скадовска как-то очень тихо. Здесь присутствуют варяги. Так, вышел батя из засады и начал палить в варягов. Кажется, все. Батя в конвульсиях. Раненый кто-то. Прям больно. Очень больно здесь было. Варяги в шаге от захвата базы. Опять стрельба. Это они только что убили последнего варяга, наверное, да? Перехват продолжает. Истребление врага, который пытается наступать на Скадовск. Твою мать. Минус чел. Но это не значит, что это последний чел. Еще масса перехватовцев в Скадовске сидит. Варяг. Один отряд. Второй на Малую реку пошел. Ну, а лесопилка уже понемногу сдается. Варяги идут в сторону Скадовска. Они, похоже, покидают тонущий корабль. Здесь перехват уже лутает свои жертвы. Странно, что стрельба разносится из одной части базы. В то время как на другой чуваки просто стоят. Почему бы и нет? Нормас. Все, они согрелись. Побежали. Мне кажется, уже перехват здесь бегает. Да. Это пулеметчики перехвата. Они уже захватили лесопилку. На очереди административное здание. Но, странно наблюдать то, что варяги еще штурмуют Скадовск. В то время как они теряют свою базу. Довольно-таки равная битва сегодня наблюдается. Так, не понял, а чего перехват потерял базу? Кто-то помер. Кто-то бросает гранату. Ну, тут и без гранаты варягам тяжко было. Этот заброс прям добил их. Не везет, так не везет. Да, говорит чел, не везет, так не везет. По факту все сказано. Дело труба, бежим! Не могу не согласиться, если честно. Бежим, блядь. Тут, кстати, дорожка вот северная есть. Можно убегать. Она в каком-то моде, она ЧАЭС ведет. Да, варяге сконтролили мелкую реку. Но тут же чуваки из лагеря на Шевченко уничтожают их. Два отряда варяг продолжают наступление на Скадовск. Но все, уже административное задание потеряно. Можно объявить о конце данной битвы. Уважаемые, дабы не пропустить следующие битвы, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы продвинуть это видео. Жмите лайк. Чтобы ничего не пропускать, жми колокол. Подписывайся обязательно на телеграм-канал. Там проходят опросы, анонсы и так далее. Попрошу посмотреть на турнирную таблицу и проголосовать в комментариях за следующую пару, которая будет в следующем ролике в следующее воскресенье. Именно ты решишь, кто будет рубиться в следующем видео. С прошедшим первым сентября, с осенью вас. Будь здоров. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok